МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но волейбол за это время прошел огромный путь. Несколько раз менялись правила. Много появилось новшеств в технике, тактике игры и методиках физической подготовки спортсменов. Много поколений игроков начали и завершили свои карьеры. Время не тронуло только одного человека. У нас была наша советская школа волейбола. И мы играли в наш волейбол. А сегодня мы растеряли тренеров, самое главное. Подготовка тренеров на нижайшем уровне. И нас сегодня обошли многие страны именно в квалификации тренеров. Отсюда упала и подготовка. Это единственный специалист на данный момент, который действительно может научить играть в волейбол. Это один мяч просто необходим. Все. Уступай место. Пусть падает на пол. Прыгать. Все время прыгать. Прыгать. Прочувствую, что ты летаешь. Внимательно. Все, поехали. Николай Карполь тренирует шестой десяток лет. Он дважды приводил советские сборные к олимпийским победам. А чтобы сосчитать, сколько поколений игроков мирового уровня он воспитал в Уралочке, понадобится высшая математика. Для Николая Васильевича не стало сюрпризом, когда однажды Ирина Ильченко привела в волейбольную секцию свою дочь Ксению. Я, конечно, не единственная. У нас у многих дети пошли по стопам своих родителей, матерей в основном. У Радзевич сын начал играть. У Кунышевой дочь и сын тоже в волейбол играли. У Ильченко также. Это такая традиция. Все идут по стопам своих родителей. Дети чемпионов, глядя на родителей, тоже мечтают сделать карьеру. Правда, редко у кого это получается. Груз ответственности часто мешает реализовать себя в полной мере. Конечно, Ксения Ильченко пошла в волейбол. И да, решающее слово было за мамой, Ириной Анатольевной. Не знаю, какие там были предпосылки, только в волейбол. Я думаю, что Ксения была высокая девочка. Я сразу сказала, будешь в волейболе. Ксения пришла перспективным ребенком, знающая, к чему ей нужно прийти. Для нее примером всегда была мама, которая является олимпийской чемпионкой. Всегда присутствовала на играх, даже когда и по детям мы играли. У нас есть зал Малахит. Мы там частенько играли по детям. И она там на балконе сидела, еще могла что-нибудь покричать. Мне там руку повыше, удар побыстрее. У меня всегда в глазах стоит игра. Мы играли в первенство района. А в связи с тем, что у нас не было женских команд, девочек команд, в первенство района играли среди школ. В связи с тем, что не было женских команд, мы играли по мальчикам. В финале мы попали на мальчиков 11 класса. А мы учились еще, как бы не соврать, в классе, наверное, восьмом. И когда мы увидели сетку, 3,55, я говорю, давайте ее пониже опустим. Тренер этой команды говорит, у нас нет возможности опустить низко, а для вас следующее будет низко. Но нам пришлось играть на этой высокой сетке. Мы с достоинством, с отсчетом 2-1, и в пятой партии, в третьей партии мы выиграли 15-13. Единственный, кто у нас нападал на этой сетке, это Ксения. Остальным не хватало прыжка, не хватало роста. Аксюша за счет техники, прямой рукой, сверху вниз, так как тренеры пришли. На самом деле я по детям играла в третьей зоне, как первым темпом. Потому что по детям связки не особо докидывают до четвертой, все равно руки не такие сильные. И, получается, меня поставили в третью зону, и я принимала. Меня Либера не меняла. А потом меня перевела с Афронова Светлана Михайловна, тренера сборной молодежной, в четвертую зону. Потому что я ее принимала неплохо, и она решила, говорит, зачем ты нам в тройке, давай лучше в четверку, так как ты нападаешь, принимаешь. Ну, и вот она меня перевела, и с тех пор я играю в четвертую зону. Она была еще маленькая, она играла в молодежке. Только вот потом, когда вот уже увидел, как она играет в молодежке, он позвал ее к составной команды. Все поколения, которые имели, приводили своих детей в волейбол. Эйс! Тиняя порубец в огне. Вот что можно подумать, глядя на ее 13-й номер, но она действительно тащит сейчас свою команду. Для меня он как бы счастливый. Может, для кого-то он там чертова дюжина. У меня мама играла по 13-м, и я решила тоже его выбрать. Какая та, копаровец! Да, Ксения в высоком прыжке забивает мяч, и Уралочка уходит вперед. Кстати, какой же высокий у нее прыжок, при том, что рост всего метр восемьдесят четыре. По поводу роста, ну, как бы для волейбола, наверное, маленький, для нападающего. Но то, что я быстрая, в принципе, мне это нормально. Ксения никогда не была на особом положении в Уралочке из-за мамы, даже когда стала капитаном команды. Девушка несколько сезонов подряд бьет рекорды результативности в чемпионате России. Но разве это имеет значение для Николая Карполя? Ему важен результат каждый день, каждую минуту. Если он чем-то недоволен, то не будет стесняться в формулировках, высказывая свои претензии. Видимо, устала, и у нее потерялся прыжок всего-навсего, нужно напрягаться. Я думаю, ей очень комфортно работать с Николаем Васильевичем, сколько она уже там, я не могу назвать, не помню, только я была там с ней три года. За счет чего? За счет таланта, труда, я так думаю. Уралочка получила матч-бол после таких вот сверхусилий своего капитана. Просто идеально с ней Романова играет. Сложно представить другую связующую сейчас в паре с Ксенией. Школьные годы чудесные, но у Ксении был другой путь. Маленькой девочке часто приходилось ездить с мамой на соревнования, а еще работать над собой. Времени на учебу практически не оставалось. Тем не менее, в школе номер 64 в Екатеринбурге с гордостью вспоминают Ксению. Здесь ей предложили лучшие условия для развития спортивного таланта. Мы радовались успехам девочек, когда тренер привез несколько команд в нашу школу, где учились и пятый класс, и восьмой класс, и одиннадцатый класс заканчиваем, и все, уралочка. И поэтому самая главная наша задача была, чтобы всем хватило зала, чтобы все могли тренироваться. И вот стенд у вас ученики 21 века. А почему я либера? Видимо, какая-то осталась. Какие-то свои девичьи секреты и волейбол. У нас больше тем не было. Ну, сказать, что мы о школе говорили, нет. То есть это какие-то, да, девичьи и волейбол все-таки. Да, она хорошо училась, нормально, как все. Двойки бывали, пятерки бывали, как бы, ну, нормально. Отличительством, конечно, нас не называть, но хорошо учились. По биологии самая ее запоминающаяся двойка была. У тебя как дела? Да хорошо, тренируюсь. Не учусь уже. Уже закончила? Ну, в институте сейчас, в Синхе. Замуж вышла? Да. Мама как? Мама? Да замечательно. Здравствуйте. Я тоже. Мы больше как-то любили тренироваться. А туда мы, конечно, летели. Что касается учебы, нет. Ну, как бы учились, как все. Особенно те, которые когда-то учились в школе, они вместе со мной посещают игры на кубок Ельцина ежегодно. И это единственная возможность, поскольку она путешествует все время где-то, играет, пообщаться немножко с ней и посмотреть на девочку, которая училась в нашей школе. 25-20 с общим счетом 3-0. Сборная России выигрывает свой второй подряд чемпионат Европы. Со своим будущим мужем Русланом Ксения познакомилась после победы сборной России на чемпионате Европы в 2015 году. Через год после свадьбы пара купила загородный дом в 50 километрах от Екатеринбурга. Здесь лес, чистый воздух, а по соседству заповедник. Мы начали задумываться о доме где-то года три назад. И где-то примерно за месяц мы это решили. Поехали смотреть участки. Наверное, это был вот второй поселок, куда мы приехали. Первый был это... Ну, там не особо было много участков свободных и подходящих. А здесь как новый поселок, заповедник. И вот мы решили, что надо сюда поехать, посмотреть. И мы сразу выбрали вот этот участок. Уже забор здесь появился. Мы уже закрыли полностью территорию. Ждем, когда на следующий год у нас пойдут яблони и груши и вишни. Но мебели пока нету, будет только на следующий год. Мы достаточно часто сейчас уже проводим здесь время, почти каждый день. Вот, на тренировки отсюда езжу в 10 утра. Но остаюсь днем после обеда в квартире. И потом на вечернюю иду тренировку. Раз в день точно увидимся. Ну, не здесь, а в городе. Сюда я приезжаю, ну, раза два в неделю. Руслан Парубец не такой публичный человек, как супруга. Главное, Ксения очень счастлива в личной жизни. Больше слов об этом говорят ее поступки и сны. Вообще у меня всегда были собаки. С самого детства. И мне приснился сон, вот как раз, когда начался карантин, мне приснился сон, что мне муж дарит собаку. Именно шпица. Я ему это рассказала. И вот буквально на следующий день мы поехали, так скажем, за Монькой. За время карантина, когда довелось чуть больше обычного провести времени дома, Ксения дала волю своему увлечению. Самая красивая свадебная фотография теперь украшена стразами. Это такое хобби, когда ты, допустим, ее делаешь только по настроению. Ну, вот, прям вот, это же кропотливая работа. Нужно сидеть по цветам, выбирать эти стразинки. А когда только вышли вот эти стразы все, я делала маленькую картину просто. Ну, просто купила и сделала картину. И потом я решила, что есть, наверное, какой-то сайт, где можно заказать свою картину, которую... И вот я выбрала фотографию. Мне привезли. Я думала, что она гораздо меньше будет. Оказалась очень большой. Конечно, рада. Что тут говорить? Конечно, рада. Я к этому шла, я это хотела, я к этому стремилась. И теперь получаю результат. В составе «Уралочки» Ксения четырежды бронзовый призер чемпионата страны. А за сборную, конечно, нужно отметить победу в чемпионате Европы в 2015 году и бронзу на Кубке мира в 2019. К слову, это была первая медаль для нашей сборной на Кубке за последние 20 лет. Вот такие разные атаки. И в первую зону била, и сбрасывала. Теперь бьет в ход. Все видела Ксения Парубец. Прекрасный удар провела. Темп на одном блоке диагональный, оказывается, Ксения Парубец. Классный выход Парубец в третью зону. Очень красивый эпизод. В плане результатов, если сравнивать Ксению Парубец и ее маму Ирина Ильченко, то здесь преимущественно на стороне мамы. Все-таки она олимпийская чемпионка и многократная чемпионка Европы. По тем временам, по тому положению, которое занимала Ирина Смирнова в мире, она пока сильнее своей дочери. Но думаю, что у дочери есть еще время показать себя и в мировом волейболе. Я очень бы хотела это все, чтобы так все произошло. Но думаю, что это очень тяжело в данной ситуации, какая у нас сложилась и в сборной. Не знаю. Но я бы очень хотела. Олимпиада в Токио в 2021 году станет первой для Ксении Парубец. Наша сборная завоевала путевку на игры, выиграв в решающем матче квалификационного турнира у сборной Южной Кореи. От этих кадров до сих пор мурашки по коже. Когда мы увидели то, что она не приняла, тут началась эйфория у нас. Мы просто побежали кто куда. От радости по всему залу, я не знаю, спустя, может быть, минуты-две, мы только собрались в круг. Мы нашли друг друга, мне кажется, в кругу, начали радоваться там. Строить прогнозы, рассуждать о шансах на игры в Токио – занятие бессмысленное. Как и думать о том, сколько еще будет у Ксении возможностей повторить олимпийский успех своей мамы. Сейчас она уверена только в одном. Будем вот сейчас ждать 2021 год, будет Олимпиада, и да, я уйду в декрет. Конечно, это была бы красивая история. Дочь вслед за мамой становится олимпийской чемпионкой, а еще через несколько лет приводит в волейбол уже собственного ребенка. И тот при участии Николая Карполя продолжает спортивную династию в третьем поколении. Почти готовый сценарий для художественного фильма. Не правда ли? А как получится на самом деле, узнаем уже скоро.